полундра ребята с вами капитан карп это пираты губной гармошки добро пожаловать на борт сегодня мы обозреваем губную гармонику suzuki sct 128 гармоника suzuki sct 128 поставляется в жестком кейсе черного цвета на молнии первым делом в глаза бросается необычная форма кейса которая повторяет изгибы инструмента сверху мы видим наименование марки модели а также страну производителя сделано в японии между прочим сбоку расположилась молния на бегунке изображен логотип компании suzuki занятно раньше сундучок был другим и скорее напоминал кобру для револьвера теперь же он черный брутальный самое то для пирата по моему мнению кейс такого плана не только удобный и надежный но еще и стильный вполне себе неплохо смотрится на полке аналогичные изделия представлены у таких моделей как suzuki s48b и suzuki shinobi x еще одна интересная деталь внутри кейса указано сделано в китае и это при том что как на кейсе так на гармошке написано другое могу предположить что сам инструмент все-таки сделан в стране восходящего солнца то время как кейс соседний подобные кейсы я встречал только у одного китайского производителя фирмы каншин возможно что именно они и поставляют изделия для suzuki либо как японцы так и китайцы заказывают кейсы у одного и того же производителя тысячи чертей давай наконец посмотрим что внутри наверняка там помимо сокровищ и карты флаг комплект помимо самой гармоники входит инструкция и тряпочка тряпочка или как ее назвал капитан харп несколько странно во первых на ней ничего не изображено во вторых материал несколько отличается от того что я встречал в других комплектах гармоник компании suzuki он несколько жесткий и не очень приятный на ощупь я бы сказал что мне больше нравится комплект гармоники suzuki с 48b там материал приятный и логотип на месте с карты что карта сокровищ или проще говоря инструкция тоже несколько необычную есть представлена самая общая информация на нескольких языках включая японский и английский что на русский язык переводится как со временем язычки могут расстроиться и сломаться из-за усталости металла если какой-либо из язычков сломается пожалуйста будьте осторожны чтобы не вдохнуть и не проглотить фрагменты язычка перед игрой пожалуйста прочтите все инструкции особенно то что касается язычков перейдем к обзору непосредственно гармоники наше самое главное сокровище губная гармошка она выглядит как настоящий мини район а все потому что это гибрид хроматической гармоники и тримола на борту у нее аж 128 язычков которые расположены в 4 ряда 2 на верхней никелированной палубе 2 на нижней и о-хо-хо по сути это совмещенные четырех мачтовые гармоники по 64 ядра и в каждой что и придал этой модели такую форму ядра из фосфорной бронзы слегка расстроены относительно друг друга это и дает характерный для тримола разлив на верхней крышке из латуни которая как и нижняя крепится на трех винтах корпусу представлена та же информация что и на крышке кейса здесь отчетливо видно насколько подобные шрифты хорошо сочетаются с изгибами инструмента некоторые из которых например вот этот носит еще и вероятно эргономический характер также над крышки на одну штуком видна нумерация отверстий которая выполнена курсивом нижняя крышка в плане обозначений более минималистично указано название компании производителя и наименование модели гармоники но штук золотистого цвета имеет скругленный профиль слайдер мид форме зигзага кнопка слайдера как ему штук покрашена золотистый цвет всего в муж штуке 16 отверстий диапазон гармоники от ноты до малой октавы до ноты до 4 октавы всего 4 хроматические октавы по своему многовековому опыту могу сказать что губы лучше скользят по скругленному профилю хотя у меня губ нет карамба бокал гармошки максимально скругленные имеются небольшие отверстия для более прицельной стрельбы сзади отверстие в трюм находится с одного края в сравнении со стандартной гармошкой обратно внимание что логотип suzuki непосредственно на этой модели гармоники выполнен иначе в сравнении со стандартом то же самое можно сказать и про глянцевый отблеск гребенки из abs пластика совокупности можно сделать вывод что гармошка целиком и полностью выполнена в едином оригинальном стиле который не иначе как элегантным и назовешь не спростая с сити 128 занимает первое место в моем топ-3 в плане дизайна гармошка весит 417 грамм ее размеры 195 на 80 на 30 миллиметров все это а также не стандартная форма на первый взгляд делал гармонику не очень удобный но на деле у нее есть свои плюсы такой хват из-за скоса при игре с микрофоном не очень удобен этим изгибом производитель как бы намекает что держать гармонику нужно сбоку вот так сверху на крышке удобно расположить указательный палец осуженное отверстие сзади позволяет играть в одной позиции не передвигая руку в зависимости от того в какой октаве вы играете в данный момент времени но в то же время держать в такой позиции микрофон не очень удобно можно взять гармонику сзади компенсируя скос вторым пальцем на крышке благо размеры крышки это позволяет сделать однако ощущение от игры все же будут немного отличаться 100 микрофон можно будет держать почти как обычно и руку по-прежнему не нужно будет передвигать зависимости от позиции а если играть и акустически таком случае мне кажется удобнее держать гармонику сбоку вот так и играть непосредственные близости к микрофону что касается мундштука то здесь все как обычно скругленный профиль обеспечивает хорошее скольжение кнопка слайдера удобная слайдер ходит практически бесшумно однако все же есть одно небольшое преимущество при игре с блокировкой языком когда недостаточно просто обхватить губами ну штук на стандартных гармониках мне приходилось отодвигать слегка указательный палец для того чтобы он не мешал верхней губе это не то чтобы вызывает неудобства но все равно как бы лишнее телодвижение на suzuki stt 128 благодаря размерам крышки не нужно отодвигать пальцы небольшой но все-таки плюс теперь переходим к главному звуку а ну капальни по вражеским кораблям неплохо но как-то тихо мы на абордаж идем или кап действительно гармошка звучит слегка тише стандартных и это при том что по идее два язычка звучащие одновременно и создающий эффект тремоло должны в теории звучать громче одного в чем же дело есть несколько мысленно этот счет во первых гармоника больше обычные что может увеличивать воздуха потери а чем воздуха потери больше тем громкость инструмента меньше однако на этой модели это совершенно не ощущается ноты берутся легко в любом регистре во вторых резонаторное отверстие расположена с одной стороны гармоники что теория может препятствовать распространению звука при игре с другой чего громкости теряется что делать на корм акулам ничего делать не нужно как по мне такая громкость вполне себе достаточно для игры акустически а если нет то всегда можно себя подзвучить и разница в громкости тем более будет вряд ли хоть как-то ощутим фух не пугай так ведь и помереть недолго хотя я уже умер и охохо что касается тембра полный порядок он красивый и бархатистый интересно что язычки гармошки как мне кажется настроены так чтобы эффект тремоло ощущался в меру с одной стороны он довольно таки хорошо слышим с другой стороны биение разница между настройкой язычков не настолько частые чтобы вызывать неприятные ощущения хотя чем выше нота тем выше частота соответственно чаще биение насколько сильно звучание этой гармошки отличается от обычной тремоло само собой звучание похоже но есть одно интересное отличие это гармоника гибрид смесь хроматической гармошки и тремоло и как в случае со сравнением стандартных диатонических блюзовых и хроматических гармоник одним из важных различий является наличие здесь клапанов или виндсейверов которые как бы срезают верхние частоты из-за чего в сравнении с блюзовой гармоникой звук хроматики становится несколько более бархатистым плохом смысле его можно назвать более гнусавым и случае сравнения гибрида и стандартной тремоло гармоники история носит схожий характер в результате за счет одновременного звучания двух язычков тембр этой гармошки еще можно назвать обволакивающим и воздушным особенно хорошо это проявляется при использовании мягкой атаки когда амплитуда постепенно увеличивается от более тихого звучания к более громкому но есть у этого и обратная сторона медали артикуляция становится менее явной и как бы более размытой что не всегда может быть актуально а как тут бенды поживают гармошка бендица но не так хорошо как стандартная хроматическая гармоника скорее можно получить легкий при бенд и небольшой вибрато говоря о других эффектах например об эффектах руками то небольшое отверстие сзади дает возможность более успешно выполнять эффект тремоло руками и вау-вау полундра ребята мы выпустили сингл дуэта хип-хоп акира послушайте приобрести этот трек тем самым поддержав нас вы можете на таких площадках как apple music айтюнс спотифай дизе яндекс музыка google play многие другие все ссылки в описании поднять паруса а как гармоника звучит с другими инструментами давай-ка проверим а а а а Встать на якорь? Ну как, сокровища высшей пробы? Безусловно, инструмент интересный и оригинальный. Насколько мне известно, на данный момент подобный гибрид производит только компания Suzuki. Причем инструмент представлен единственной моделью. И не представлен, как, например, другие модели от японского производителя с меньшим диапазоном. Три или три с половиной октавы. Только, в данном случае, четыре октавы. Гармошка очень красивая, обладает приятным тембром и хорошей играбельностью. В комплекте идет отличный кейс. Кому же в теории может понадобиться эта гармошка? Скорее всего, этот инструмент подойдет не всем музыкантам. Он достаточно редкий. Имеет как технические особенности, так и особенности тембра, которые многие, возможно, сочтут не самым универсальным для губной гармоники. Я думаю, эта гармоника подойдет хроматистам, которые хотят получить эффект тремола. В таком случае не нужно осваивать стандартную тремолу гармонику, которая сильно отличается от хроматики, как в плане эргономики, так и в плане звукоизвлечения. Также эта гармошка может быть интересной и для любителей тремола гармошек. Она обладает большим диапазоном, хроматическим звукорядом, и одна способна заменить сразу несколько тремолом. А при игре в таких жанрах, которые подразумевают использование альтерированных нот, не нужно будет осваивать технику игры на сразу двух или более тремолу гармониках. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях название гармошки на которую вы бы хотели увидеть обзор. Попутного ветра, ребята!